Очередной визит в Самару Дед Мороз из Великого Устюга традиционно начал с посещения театра Самарская площадь. Там прошла боготворительная елка для детей с особенностями здоровья. Вместе с главным волшебником ребята пели песни, водили хороводы, а под конец зажгли елку. Елочка красавица, всем нам очень нравится, правда? Да! Маленькая елочка засверкала разноцветными огонечками. А вы нам поможете? Да! А давайте же все вместе. Раз, два, три! Елочка красавица! Из театра главный новогодний сказочный персонаж отправился в школу номер 132. Там его ждали одаренные ребята со всего города, победители и призеры областных олимпиад. Талантливые школьники провели для российского Деда Мороза танцевальный флэш-моб. Давайте порадуем Дедушку Мороза! Молодцы, молодцы! Дед Мороз рассказал, что в этом году от детей и взрослых ему пришло более трех миллионов писем в резиденцию в Великом Устюге. Не все просили в подарок игрушки и гаджеты, многие мечтают о самых простых вещах. Например, о здоровье себе и близким. Или, к примеру, обнять главного волшебника страны и сделать с ним селфи. Я хочу, чтобы в нашей семье все было хорошо, никто не болел. Счастье, радость и здоровье в любви. Я считаю, что загадывать гаджеты – это немножечко типично, поэтому я тоже лучше пожелаю здоровья родителям и всей семье в основном. Карелия, Удмуртия, Якутия. Дед Мороз побывал во многих регионах России. Из Самары он отправится в Ригу, Калининград, Москву, Санкт-Петербург. Всего в планах объехать около 50 городов. Площадь Куйбышева полностью готова к празднованию Нового года. Не хватает только снега и мороза. Трескучего пока еще нет. А вот Дед Мороз с подарками, волшебным посохом и снегурочкой уже создает настоящую атмосферу праздника. Дорогие мои друзья, всех самарцев от Мал до Велика поздравляю с Новым годом! Желаю добра, здоровья, благополучия и удачи. Добрых свершений и новых мечтаний. Сказочные герои и развлечения уже ждут самарцев на площади Куйбышева и в усадьбе Деда Мороза. Она будет работать до конца праздников. Елена Малетина, Василий Калдашов, Константин Головин. События.